Мы сразу с детьми написали, он пока был в Казани, и когда мы поехали на встречу, я ему это письмо положила втихаря. Простое светлое платье, прямой взгляд и письмо в руках. В нежный образ вкрадывается военный мундир, и понимаешь, это не просто фотосессия. Участницами проекта «Жены героев» стали 24 женщины, супруги и матери российских солдат, участвующих в спецоперации. Анастасия – одна из них. Послание с фотографии называет письмом удачи, которое поможет ее мужу вернуться домой живым и здоровым. В январе он был ранен, несколько месяцев провел в госпитале. В августе его снова забрали. И это письмо с ним. То есть оно его везде сопровождает, оно его везде оберегает. На обратной стороне там, получается, нарисованы две ладошки детей и наши с ним. То есть все вместе, мы вчетвером, и когда, получается, он уходил, он сказал, я вернусь. Ну и мы ему поверили. Их боец служит, а семья ждет и молится, чтобы спецоперация скорее закончилась. Ведь хрупкие женские плечи устали без своих защитников, которые нужны дома. Где мы берем силы? Мы берем силы у детей, в виде, когда дети прыгают, бегают, радуются, а по-другому не получается. Да, где-то ночью поревем, поплачем. Я как православная женщина, я молюсь, и я всем женам говорю молитесь. Это самая сильная молитва жены и мамы. На каждой из фотографий женщины красивые, нежные, в то же время сильные и стойкие. Они не выбирали такую свою судьбу, но с честью и смелостью, не меньше, чем у мужей и сыновей, выполняют роль надежного тыла. У кого-то в руках снимок любимого супруга, кто-то обнимает его китель с орденом мужества. Проект «Жены героев» родился в Самаре, начал свою работу в Альметьевске. Фотографы и визажисты приняли в нем участие на безвозмездных началах. Мы были рады участвовать как волонтеры, конечно же, потому что это хоть маленький, но такой вклад поддержать наших девочек. Выставку «Жены героев» в центре НУР можно увидеть по 24 августа с 12 до 18 часов. Открытие ее посетила глава района, который пообщался с участницами проекта. В наше время фотографии же никого особо не удивишь, но вот когда она качественно сделана, когда так представлена, и там действительно глубина эмоций, чувств, она прям совсем по-другому воспринимает. Среди работ на светлом фоне на эти четыре сразу обращаешь внимание. На трех из них девушки, чьи мужья не вернулись домой живыми. На еще одной – мама погибшего бойца. Сразу две героини проекта – родные Динара Кадырова. Он был призван в октябре 2022 года, уходил с уверенностью в победе и в своем возвращении. Его провожала вся семья и друзья. Динар героически погиб, спасая сослуживцев. Его жена очень хотела, чтобы о подвиге узнали все. Фотопроект – ее возможность сказать об этом. Я горжусь им. Несмотря на то, что его нет рядом, я знаю, что он не мог поступить иначе. И он ценой собственной жизни спасал своих первых товарищей. Айнас уверена – муж гордился бы ими. Он очень любил нас. Он очень любит нас. Он всегда говорил – ты сильная, ты справишься. Поэтому я не могу подвести. Продолжение Динары Кадырова будет жить в его сыне и дочери, которая скоро появится на свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова